День в день, час в час, минута в минуту. Радиоболтком. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Да, добрый день, уважаемый радиосуществ, Абик Келкин. Сегодня я проведу эфир с нашим экспертом, психиатром, психотерапевтом Ариэль Резником-Мартовым. Поговорим, я так понимаю, о профилактике Альцгеймера, возрастного нейродегенеративного заболевания. Вот не просто о профилактике Альцгеймера, потому что такая история очень обширная, но об одном очень важном факторе. Мы часто употребляем выражение «роскошь человеческого общения». Мы любим расхожее выражение «поговорить по душам». Мы периодически напоминаем, что надо позвонить близким людям, пообщаться, друзьям. Когда-то даже была в перестроечные времена такая социальная реклама «позвоните родителям» и так далее, и так далее. Но вот не так давно выяснилось, что все эти вроде бы очевидные вещи имеют несколько новое звучание. Нью-Йоркский университет провел исследование, достаточно масштабное, где-то больше двух тысяч человек в районе возраста около 63 лет в среднем, провели исследование когнитивных функций. Память, скорость соображения и так далее, все интеллектуальные вещи. И обнаружили интересную вещь, что у людей, которые были в чем-то лучше в этой сфере, чем их соратники по исследованиям, в среднем они оказались, их мозг оказался на 4 года моложе. И один из ведущих факторов, который стал очевиден, все эти люди указали, что у них есть близкий человек, с которым они всегда могут открыто поговорить. Они всегда могут открыто поговорить о своих проблемах, о переживаниях, поделиться, быть открытыми, рассказать и так далее. И, кроме того, параллельно провели исследование магнитного резонанса, магнитный резонанс мозга, где обнаружили, что у этих людей в среднем объем мозга несколько больше. Интересно, да. А уменьшение объема мозга – это одно из проявлений Альцгеймера, это одна из основ снижения когнитивных функций, наступление деменции и так далее. И вот это такая вещь, которая заставляет задуматься о многих вещах. Насколько этот канал общения, откровенного общения для нас важен. То есть не только позвони родителям, перефразируя, да, а обязательно с ними пообщайся, лучше приедь, если есть такая возможность. Это то, что мы делаем. На самом деле, в этой ситуации, когда ты заботишься о родителях, если ты доступен для откровенных разговоров, это ведь улица с двусторонним движением, ты параллельно заботишься о себе. О себе, конечно. Потому что эта открытость, насколько я понял, выводом пришли исследователи, это открытое общение, глубокое, искреннее общение, это то, что активирует мозг. Ну, мы знаем, что людям, хотя Альцгеймер так до конца никто не исследовал, там откладывается некий патологический белок на стенках сосудов и начинает разрушать ткани вокруг. И, как мы знаем, это в общем-то неизлечимые заболевания. Все современные лекарства, которые появляются, они пока что могут только замедлить процесс, не более того. Об этом много говорили, ну, по крайней мере, людям стоит вести как можно дольше активную интеллектуальную деятельность. Ну, можно ли предотвратить это еще пока, наверное, вопрос? Никто не знает, но считается, что чем активнее мозг, тем больше шансов отсрочить наступление Альцгеймера или, если генетически повезло, возможно, он и не наступит. Никто до конца этого не знает. Это связь с генетикой. Генетика, несомненно. Давайте напомним, телефоны 612-939, 6213-939, это телефоны прямого эфира, у нас есть WhatsApp, можно на него тоже писать, 230-6191. То есть, насколько я понял, что когда мозг, деятельность его с помощью определенных приборов, тоже резонанс и так далее, исследовалось во время разговоров, бесед, то, что определенные зоны мозга в этот момент активируются, это очевидно. И раньше считалось, что мозг становится активным только при интеллектуальной нагрузке. Ну, как-то нам всегда говорили, правильно, наверное, говорили, учите языки, решайте кассворды. Вспоминайте стихи, вот есть такой тренинг, наверное, для пожилых людей. Да, приходите, находите новые интересы. То есть, интеллектуальная нагрузка активирует ткани мозга, ну, так же, как физическая нагрузка активирует мышечную ткань. И, кстати, были же исследования о том, что физическая нагрузка тоже является профилактикой Альцгеймера регулярная. Равно, как и других заболеваний. Да, но теперь выясняется, что открытое общение, которое, наверное, больше эмоционально, чем интеллектуально, что высказать то, что у тебя на душе, быть услышанным, это оказывается, эта эмоциональная активность ничуть не менее активирует мозг, чем интеллектуальная активность. То есть, такое одиночество для стариков из Токморской, для пожилых людей, весьма опасно со всех точек зрения. На самом деле, только для пожилых, потому что, как, опять же, отметили исследователи, что, в принципе, какие-то ранние звоночки, еще незаметные, могут уже в возрасте после 40, ближе к 50. Это не так заметно, эти процессы только начинаются, но это уже… Звоночек. Да, это уже начало процесса. И, возможно, мы живем в то время и в том обществе, когда нам трудно находить время или людей, которые могут быть по-настоящему активным и общительным. Несмотря на все возможности коммуникации современной. Вот я искренне уверен, что бесконечные, да, простите меня, вы слушатели, бессмысленные посты в социальных сетях или бесконечные споры в социальных сетях – это не то, что активирует мозг. Вот если мы говорим о том, что от глубокого, искреннего, эмоционального общения мозг активируется и работает, возникает естественное предположение, по крайней мере, оно сразу возникло, если наше общение с людьми формально. На уровне «как дела?», когда тебя, приятно, что не интересует, как дела у этого человека, на уровне какого-то быстрая на ходу беседы, обмена какими-то простыми информациями, «у меня то, у тебя то». То есть, на самом деле, насколько в нашей повседневной активности наш мозг работает, насколько он вовлечён. И нам кажется, что он работает, да. Ну, как-то он работает, очевидно, всё-таки. Но вопрос «как?». Это точно так же, как мы делаем какие-то очень привычные вещи. То есть, если мы делаем какой-то процесс, работу, мы осуществляем осознанно, то, несомненно, в этот момент мозг куда более активен, чем когда мы это делаем автоматически, в таком трансовом состоянии, не вдумываясь. На самом деле, если мы вспомним, вот сейчас я, правда, подумал прямо сейчас, когда-то в советских войнах был популярен такая аутотренинг. Такая система простейшего управления собой, расслабления, напряжения, успокоения эмоций и так далее. И одна из таких забавных вещей в этом тренинге была, самое простое, чему можно было научиться, если ты начинаешь думать, допустим, о своей руке, ты начинаешь думать, как расширяются сосуды, как к ней притекают кровь, как рука нагревается. После недолгих упражнений в этом ты действительно замечаешь, что та рука, которую ты думаешь, становится горячее, чем вторая, она может покраснеть, нагреться и так далее, и так далее. Вот, наверное, тоже простой пример осознанности. Если мы просто сосредотачиваемся на руке, и это имеет такой эффект, насколько же активен наш мозг, когда мы загружаем его осознанно, и когда мы, ну, вряд ли мы разговариваем с близкими, думаем, я сейчас активирую свой мозг. Но, наверное, когда мы действительно задумываемся и осознаём, что мы говорим, и слышим свои эмоции, это чем-то похоже. Я думаю, наш мозг увлекается куда более интенсивно в эту работу. Вот, кстати, обычно говорят, когда люди идут к психотерапевту, кто-то говорит, зачем туда идёшь, если ты можешь просто с друзьями поговорить, потому что тебя беспокоит. И, конечно, разговор с друзьями не заменит терапию, потому что терапия – это профессиональная работа. Ну, можно и с друзьями поговорить, да. Но теперь мы понимаем, что, ну, наверное, лучше искренне и откровенно говорить с друзьями, опять, не разговор о футболе, а искренне и откровенный разговор тоже многое даёт. Ну, хотя, мне кажется, ну, вы правильно уже сказали, что не замените психотерапию, потому что вот когда сталкиваешься с какими-то, ну, со знакомыми, которые возникают проблемы того иного психологического свойства, и они говорят, что, ну да, я понимаю, что мне нужен психотерапевт, и как главный аргумент, который они приводят, и я их понимаю, что они говорят, ну, друзьями всё равно, вот есть какие-то вещи, которые людям, которые меня знают, мне неловко, неудобно говорить, мне нужен нейтральный человек, которым бы я мог, вот, не знаю, всё выложить, что у меня на душе. Наверное, мало у кого есть человек, которому ты можешь рассказать всё. У нас есть совершенно сокровенные вещи, которые, в общем-то, люди с психотерапевтом говорят или не проговаривают, или нужно изрядное время установления доверия, чтобы люди могли это выговорить, потому что не уверен, что-то никогда не покинет стен кабинет. Вот я про это и говорю, ведь даже самый лучший друг, ну, всё равно есть какое-то сомнение, не расскажет ли он ничего, не желая зла, кому-то другому из общего круга. Есть такое, но, как мы сейчас понимаем, разговор с друзьями или с другом настоящий, открытый, эмоциональный, это тоже очень много. Это тоже очень много. Потому что, ну, ведь это отдалённо напоминает то, что происходит в терапии. Что человек делает, когда он приходит к психотерапевту. Обычно человек говорит всегда больше, чем психотерапевта, и это правильно. И когда человек вот эти вещи озвучивает, то, что его мучает, какие-то воспоминания, которые неожиданно всплывают, или то, что происходит между ним, важное для него людьми, в этот момент человек начинает слышать самого себя. То есть, в общем, психотерапевт обычно такой переводчик между человеком и человеком. Давайте, наверное, приведем звонок, успеем в первой части до короткой паузы. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Вот это, конечно, общение хорошо, и это депрессию не гонит человека. Это раз. А вот то, что, например, питание, как, вот, например, такие знаменитые актрисы, певицы, они заболели Альцгеймера в раннем довольно возрасте, чуток за 60, и даже к смерти это привело. Но у них же какая нагрузка на мозг? Это ноты, это музыка, это стихотворение, да? Запоминание, да. И боли, да? Спасибо большое. В принципе, вопрос понятен, да. Ну, конечно, множество факторов. И есть генетический фактор. И, в общем-то, настоящий Альцгеймер, он довольно-таки рано начинается, обычно где-то после 60, а иногда и немножко раньше. Но, в общем-то, мы говорим о том, что мы можем сделать ещё. При том, что есть генетика, которую мы не знаем точно, при том, что есть фактор, который мы не в состоянии повлиять, но есть вещь, которой мы точно в состоянии повлиять. Я могу сказать сейчас такую крамольную вещь. И даже если вот у вас есть кто-то очень близкий, с которым вы можете быть абсолютно откровенны, и он может быть откровенен с вами, даже если это не поможет и не отсрочит наступление Альцгеймера, всё равно это невероятно ценно. Потому что я убеждён, что иметь в жизни человека, которому ты абсолютно доверяешь, и с которым ты можешь раскрываться, это, бог с ним с Альцгеймером, это именно о качестве твоей жизни. Скажем так, люди, у которых нет такого собеседника, я думаю, что качество их жизни намного ниже. Хотя многие говорят, а мне никто и не нужен, мне само себя достаточно. Мне хватает моей работы, а если не работа, всегда есть что поделать дома или ещё где-то, или ещё где-то. Но мне кажется... Это самообман, да? Роскошь человеческое общение, хотя это штамп, но вот это именно роскошь. Это именно роскошь наличия близкого, доверенного человека. Доверие на тот, кто может доверять свои чувства, самое хрупкое, самое ранимое, что у тебя есть, это действительно роскошь. Не у всех она есть. И что обидно, она не у всех есть. Не всегда потому, что таких людей просто невозможно найти. Она не у всех есть, потому что люди не решаются искать. Она не у всех есть, потому что люди заменяют живое общение, перепиской в соцсетях, бесконечными спорами о политике, вакцинации, ещё о чём-то, ещё о чём. Мы сегодня точно о вакцинации не будем. Не будем, не будем, ни за что. В любом случае, Резик Марков у нас в прямом эфире. Небольшая пауза, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Попытки есть в Риге этим заниматься, но это в основном действительно или какие-то благотворительные организации, на самом деле это должна быть такая, мне кажется, государственная или, по крайней мере, муниципальная политика, как в Соединенных Штатах, где муниципалитеты фактически это финансируют. Возможно, или это... Я не посвящен в детали, там есть, наверное, система страховки медицинской, которая покрывается каким-то образом. Но на самом деле это большая проблема, да, вот Альцгейма, поскольку всё-таки продолжительность жизни растёт, в том числе и в Латвии, это ведь таких людей всё будет больше и больше. В.М.: Наверное. Здесь может задаться вопрос, кто-то скажет, вот я упомянул цифру, что у людей с наличием таких доверительных собеседников мозг на 4 года младше. Кто-то скажет, что такое 4 года? Может быть, ну, во-первых, 4 года даже по сравнению с общей средней длительностью жизни человек не так уж мало. Не так уж мало, особенно в пожилом возрасте, где каждый год за 10. Да, если мы говорим о возрасте уже за 60-70 лет уже впереди, увы, меньше, чем осталось позади, эти 4 года, мне кажется, невероятно важны. 4 года полноценной жизни, 4 года осознанной жизни. Возможности общаться, увидеть внуков, помогать им как-то, быть вместе с ними, по-моему, это очень большое. И мы знаем, что наблюдать человека, который болеет Альцгеймера, очень грустно. Это, я бы сказал, это очень травматично для близких. Скоро быть, он сам не осознает? Он-то, может, частично или уже не осознает. Близкие люди видят того, кого они знали, каким он становится, это очень тяжелый опыт. Трагедия, по существу, да. Есть фильм с Энтони Хопкинсом, мне кажется, это отец, как раз о человеке, который болеет Альцгеймером. Достаточно грустное кино. Что еще по поводу услышанности, вот этой слышанности? Мне кажется, здесь еще одна, кстати, важная вещь. Еще до того, как все это было исследовано, насчет эмоциональной близости, эмоционального общения, общепризнанный фактор ухудшения когнитивных способностей, общепризнанный фактор наступления деменции – это глухота. Да, глухие люди намного быстрее сползают в деменцию. И теперь понятно, почему у них перекрыт очень важный канал общения с окружающим миром. Они не в состоянии воспринимать аудиальную информацию, они не в состоянии общаться с своими близкими, они не в состоянии воспринимать все, что может быть на слух. То есть их канал обрезан, и мозг страдает. Очень сильно. И тут, кстати, еще интересная вещь. Люди, я очень много слышал от своих пациентов, мои пациенты, такой большой источник информации об окружающем мире. Есть люди, пожилые в возрасте, со сниженным слухом, которые категорически отказываются пользоваться слуховым аппаратом. У них есть, сначала они отказываются, что это очень дорого, потом, когда им дети, допустим, покупают, они его само не одевают. Они, да, избегают. Ну, зачем? Да я забыл и так далее. И я заметил, что очень часто нежелание пользоваться своим аппаратом – такая бессознательно-защитная методика. я хочу отгородить себя от какой-то неприятной информации. Я хочу вот ничего не слышать. Я знал историю, где была семья, муж с женой уже, взрослый ребенок у них. Жена была достаточно, как нынче модно говорить, токсичный человек, конфликтный и так далее. И муж в итоге просто не носил аппарат. Он как-то запирал, прятал. В итоге он не слышал ни своего ребенка, ни свою жену. Но, очевидно, вот такое убежище он для себя отыскал, к сожалению. Вот не слышал, как одна из тех трех обезьян, которые не слышат, не видят и не говорят. Вот он, очевидно, выбрал не слышать. Вот, может быть, такой вопрос, я думаю, он, наверное, знакомый его задает часто. Но, тем не менее, для радиослушателей, я думаю, будет интересно. Ведь медицина развивается, да? Все направления, технологии какие-то фантастические появляются. Что касается все-таки вот вашей близкой сферы психиатрии, там меньше все-таки, вот вы видите прогресса в медицине. Может, с самого начала вы сказали, что, к сожалению, те лекарства, которые есть, которые появляются, они могут затормозить процесс развития Альцгеймера, но, не знаю, полностью остановить его или вылечить не могут? Ну, во-первых, Альцгеймер – это отдельная сфера. Но даже за время моей жизни радикально изменился медикаментозный арсенал. То есть лекарства поколений, не знаю, 20-30 лет назад и современные лекарства очень сильно отличаются. И применение их очень сильно влияет на качество жизни. И я думаю, здесь, конечно же, есть прогресс. Кроме того, есть сейчас нейроисследование, когда психиатрия еще больше сосредоточена на исследовании мозга, и это тоже дает массу новой информации. Поэтому я бы сказал, что вряд ли психиатрия так уж отстает от остальных сфер. Не думаю. Ну, заметьте, когда мы говорим, иногда люди начинают пренебрежительно относиться к цифрам. Ну, допустим, как? Ну, что такое лишних 4 года? Или, допустим, как мы знаем, современное лечение онкологии, допустим, очень дорогие лекарства, но они могут продлить жизнь сейчас, допустим, на 2-3 года. И тоже кто-то скажет, ну, что такое 2-3 года? Но люди очень дорожат любой возможностью. Во-первых, потому что это уже какие-то годы. Во-вторых, это начало, то есть это дает надежду, что появляются новые усовершенствия методы, которые дают еще больше всего и лучшие результаты. Поэтому здесь, мне кажется, высокомерие очень неуместно. Вернемся к нашей тематике. В этом исследовании человека, с которым можно разговаривать, называли по-английски good listener – хороший слушатель. И если задуматься и о себе, и об окружающих нас людях, кто на самом деле, как много вокруг нас хороших слушателей, как много людей готовых выслушивать. Ну, психотерапевты, у них профессиональная привычка выслушивать. И профессиональная привычка вдумываться в слова, вдумываться в эмоции – это отдельная сфера. Ну, если мы говорим не о профессионалах, а, скажем так, о любителях, что мешает людям быть хорошими слушателями? Люди, которые приходят с ним поговорить, они часто говорят, что трудно поговорить, потому что… Не слушают. Людям не до тебя. Люди стараются говорить не о личных темах, потому что это чувствительно, это болезненно, а опять же, простите, о вакцинах, о политике, о глобальном потеплении, о различных формах неравноправия и так далее, и так далее. Вот эта вот борьба за социальные различные ценности, оно очень часто, хотя бы говорить как благородное дело, подменяет то личное, о чём скорее хотелось бы и стоило бы говорить. Вот помните финал фильма «Тот сам Мюнхгаузен?» Когда Мюнхгаузен поднимается, когда Пуш прибегает в любимое, и она начинает что-то сказать, она говорит ему, я люблю тебя, он говорит, не то. Она говорит ещё, он говорит, нет, это не то, это всё не то. Когда она начинает говорить, они не положили порох, он говорит, да, вот это правда. Как часто в наших диалогах звучат вещи, я хочу сказать, не то. И ты от человека слышишь, а может и сам говоришь то, что ощущаешь, что это не то, что стоило бы говорить. Это не то вообще, на что стоит тратить время жизни и время общения с близкими людьми. Да, вот, наверное, только с возрастом приходит понимание, что вот какие-то конфликты, какие-то ссоры, какие-то проблемы, которые нам кажутся важными, на самом деле они оказываются и не оказываются, так и есть совершенно второстепенные. А вот всё-таки в продолжении того, ну, с чего мы начали, если мы говорим о пациенте, который к вам приходит, вы теперь основывались на этом исследовании, если, допустим, вот скажете людям, ну, вам тоже нужно больше общаться, там и так далее, не воспринимают люди это в штыки? Типа, это я и сам знаю. Нет, послушайте, во-первых, я не позволю себе пациента оскорблять всякими банальностями, типа, вам нужно больше общаться. Да, понятно, да. Во-вторых, я вообще не буду его, говорить бы, да вам надо. Это так, ну, если то, что надо, люди бы знают и без меня. Конечно. Это какие-то общепонятные вещи. Вопрос другой, спросить человека, кто у вас по-настоящему близок, с кем вы по-настоящему открыты, с кем вы можете позволить себе быть открытым. Вроде у вас есть люди, которые вас любят вокруг. Есть там муж или жена, есть взрослые дети, допустим, есть друзья. А очень частая формулировка, ну, чемпион среди формулировок, ну, не хочу никого грузить своими проблемами. Это звучит, как якобы такая забота о близких. Ну, зачем кого-то грузить, не будут переживать, волноваться и так далее. Может быть, не до меня, вот зачем, у них есть свои проблемы, да. Ну, вот это вот переживать и волноваться, на самом деле, это ведь невероятная ценность, что есть кто-то, кто о тебе переживает, кто за тебя волнуется. Если уже никто не переживает и не волнуется, да. Это печально. Это печально. Это печально. Кроме того, ну, я это часто упоминаю, когда ты с кем-то просто беседуешь, не важно, это знакомые, случайные, или это достаточно хорошо знаешь, всегда можно заметить, где человек искренне вслушивается, где он тот самый good listener, или где ты говоришь, но человек в это время заглядывает в телефон, и что-то там хочешь прочесть. Или человек в этот момент, он не слушает тебя, если уж что-то интересное, а он думает, что он сейчас скажет. То есть он не слышит тебя, он слышит себя, ему важно высказаться. Опять ему важно высказаться вопрос, это потребность быть услышанным, или потребность обрести некую иллюзорную значимость в собственных глазах, в глазах собеседника. То это вот неслышание, это очень большая проблема. Давайте еще один звонок примем. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, по поводу доверительных разговоров и слушает, не слушает. Я, вернее, я всегда, когда меня спрашивают, как дела, я говорю, нормально. У меня одна знакомая, ее всегда это мое нормально раздражало. Можешь рассказать. Я пару раз попробовала, действительно, когда спрашивают, как дела, я начинаю это рассказывать. Меня тут же перебивает мой визави и говорит, а вот у меня, ну, скажите, зачем тогда спрашивать? Спасибо. Ну, вот то, что вы сказали, да, что они хотят услышать себя. Ну, вот это вопрос. Вот это, как у тебя дела, это ритуальная фраза, на самом деле, кому не интересно, как у тебя дела, или это, на самом деле, фраза для начала разговора, чтобы быстренько перетянуть одеяло на себя. Тоже, считай, людей можно понять, они почему-то невероятно хотят быть услышанными, и хотят понять просто, что услышанность – это двусторонний процесс, это слышать друг друга. Наверное, можно их в чем-то пожалеть. Но, Даларис, я вас понимаю, а зачем общаться с людьми, которые просто занимают эфир и твое время, и не хотят на самом деле ничего о тебе слышать? Вопрос, который мы себе регулярно должны задавать нас. Люди, которые нас окружают, какое общение ритуальное, а какое искреннее. С кем-то по-настоящему интересно, а с кем ты говоришь, что вы знакомы 20 лет или живете на одноличной клетке. Это вот я очень люблю слово осознанность и по поводу самых разных отношений задавать себе вопрос, что на сегодняшний день меня с этим человеком по-настоящему связывает. Это очень важно. То есть, вас связывают только кипы пыльных воспоминаний, а на сегодня вообще больше друг с другом не о чем говорить. Это вопрос, зачем все это? Да, знаете, сразу вспомнил такой старый анекдот, когда два человека встречаются, ну и один, естественно, такие дежурные слова, как дела, как здоровье, и второй, видимо, тоже чувствуя, что это дежурный вопрос, говорит, ну что ж, если тебе действительно это интересует, он говорит, ну конечно интересует. Начнем с анализов. Ну вот это примерно. Много звонков у нас. Добрый день, слушаем вас. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Очень хорошая тема для разговора, доверительная. А как вот объяснить разговоры самого себя с собой? Ну вот, как принято говорить, один мой знакомый, например, ругается с женой, садится в машину, сам поругался, сам ответил, приходит, ну все хорошо. Или вот эти доверительные беседы, когда, ну не с кем поговорить. Люди начинают общаться с самим собой. То есть ты себе задал вопрос, себе же ответил, вот вроде как поговорил. То есть не признак ли это, не знаю, движение кукухи куда-то уже, или наоборот. Или наоборот это очень позитивно. Спасибо. Общение с самим собой. Приятно пообщаться с умным человеком. Ну что общение с самим собой, во-первых, это очень многоликая вещь, но вот то, что вы описываете, когда человек поругался с женой, потом сел в машине и ругается, дальше только сам собой. Замечательно, по-моему. Ну такое выпускание пара. Наверное, пар хорошо выпустить. Наверное, лучше было бы с кем-то. А общение с собой, ну на самом деле, какая разница, ты очень искренне вслушиваешься в другого человека или сам себя. Если ты сам себя не слышишь и сам с собой не в состоянии вступить в контакт и понять, и попытаться понять, услышать нюанс своих эмоций, задать себе вопрос, откуда это, почему я так себя ощущаю, почему я так себя отношусь, это очень важно. Я не думаю, что общение с собой это признак, как вы сказали, едущей кукухи. Есть люди, которые ходят раньше, когда человек ходил по улице и громко разговаривал сам с собой, возможно, у него были голоса, ли он психически нездоровый. Теперь человек, скорее всего, просто общается по мобильному телефону с кем-то, просто не держит его в руках. Поэтому возможность заподозрить кого-то в психическом нездоровье резко снизилась. Снизилась, да. Хотя иногда меня это пугало, когда появились Ханфри, если человек шел и с собой громко разговаривал, так вот он на него оборачивался, ну, мы сейчас уже привыкли к этой системе, да? Да. Вот, может быть, подводя итоги вот нашей сегодняшней беседы, такую квитэссенцию, что можно сказать радиослушателям, но завершая эту тему, хотя понятно, что, наверное, будет продолжение этой темы, вот общение, как вот профилактика Альцгеймера, вот такие вот, может быть, моменты в завершении, что можно сказать нашим радиослушателям? Ведь вообще, профилактику Альцгеймера как такового... Ну, с точки зрения общения, вот через общение, вот на то исследование, на которое вы вот основывались, опирались в начале эпиля? с точки зрения твоего исследования. Во-первых, наверное, мы можем прийти к выводу, что любая закрытость, закрытость с самим собой или закрытость с окружающими людьми, это, неважно, эмоциональная закрытость, интеллектуальная закрытость, если ты лишаешь себя доступа к другим эмоциям или эмоциям других людей, к другим идеям, это всегда плохо. Это отсутствие гибкости, есть какое-то хорошее слово, ригидность, жёсткость, негибкость. Чем мы старше становимся, тем мы ригиднее, физически, психологически, то есть мы уже не сядем в шпагат, и нам всё труднее воспринимать новые идеи, и мы пребываем в иллюзии, что мы всё знаем уже, и можно даже кого-то получать. То есть это вот ригидность, то, с чем стоит бороться совершенно однозначно. Во-вторых, если мы говорим о том, как важно иметь хорошего слушателя, точно так же важно и быть хорошим слушателем. И для этого, мне кажется, в первую очередь надо начинать слышать собственные эмоции, не бегать от них, не прятаться от них в бесконечные сериалы, в телепрограммы и так далее, и так далее, и не замыкаться в кругу привычных вещей, людей, событий, вот эта вот рутина так называемая. То есть как только ты открываешь хотя бы для начала себе свои эмоции, у тебя появляется о чём говорить с другим человеком. Ну, если ты хочешь открываться и делиться, то, по крайней мере, ты должен слышать, чем ты собираешься делиться. Как я уже говорил, в процессе разговора ты начинаешь говорить, ты отпускаешь всё чувство на свободу, и иногда возникает вещь, которую ты и не подозревал. Одна из важнейших вещей и для гибкости, и для открытости к кому-то, и для восприятия чужих чувств, это развитие способности не осуждать. Не осуждать. Осуждение – это очень распространённый пагубный рефлекс. Мы осуждаем быстро себя, как я мог так подумать, или сказать, мы осуждаем кого-то. Вот не осуждать, не спешить с выводами, не думать, что весы эфемиды в твоих руках. Вот это неосуждение всегда… Хотя хочется. Ну, иногда хочется, но если с ним поработать, уже всё меньше хочется, на самом деле. Потому что когда ты, по сути, свой не осуждающий человек, людям с тобой проще иметь дело, и люди охотнее перед тобой открываются. Потому что ты не спешишь их угвоздить каким-нибудь вердиктом, немедленно начать учить, как правильно думать, чувствовать и говорить. Это очень важно. Это вот гибкость, не осуждение. И на самом деле, вот мне кажется, в слушивании, вот мы можем как будто так сканировать окружающих людей рядом с нами и задавать вопросы себе, с кем нам хотелось бы поделиться, кому мы доверяем, а с кем не хотелось бы, и почему. И если мы готовы делиться, то это требует некоторой доли риска. Никто не даст стопроцентной гарантии, но открыться – это немножко риск. И этот риск тот, на который стоит идти. И вот опять возвращаясь, о чём мы говорили, что люди, у которых есть эти близкие или способность открываться и разговаривать, их мозг моложе, их шанс избежать или отложить деменцию выше, мне кажется, это достаточный приз, ради которого стоит менять свои привычки, ради которого просто если тебя уже судьба благословила такими близкими людьми, прекрасно. Если нет, я не думаю, что есть люди, у которых вообще нет шансов найти себе близких людей. И 4 года – это много, я с вами полностью согласен. Да. И это 4 года. На человеческой жизни это очень существенно. Да. Резик Мактов, спасибо большое. Всего доброго. Балтком.